Более 600 домов в историческом центре Самары претендуют на статус ценных градоформирующих объектов. Их список и дальнейшую судьбу обсудили в городской администрации на круглом столе с участием главного архитектора Самары, представителей профильных департаментов общественности, регионального управления Всероссийского общества, охраны памятников истории и культуры. Речь идет о зданиях, которые не вошли в перечень памятников культуры, но являются аутентичными строениями и формируют историческую среду старого центра. Являясь естественным фоном для этих объектов, они создают колорит нашего города и позволяют к нему относиться как к аутентичному образованию городскому. Они были выявлены, они были экспертами проработаны, селекционированы, если можно так выразиться, и на сегодняшний день находятся на процедуре утверждения в рамках как раз исторического поселения. При этом многие здания из этого списка находятся в ветхом или даже в аварийном состоянии и входят в программу по переселению. Участники круглого стола отметили важность координации направлений по охране градоформирующих объектов с программами по сносу аварийного жилья и расселению граждан. Это крайне необходимо, потому что снос проходит по законным предписаниям прокуратуры, когда дома признаны аварийными. А сейчас просто вот в ручном режиме с каждым объектом будем заниматься. То есть смотреть все вместе комиссионно, каждый объект, который сейчас признан аварийным и под снос, является ценным градоформирующим объектом, как нам его сохранить. А пока по поручению главы города Елены Лапушкиной здания, претендующие на включение в списки ценных градоформирующих объектов выведены из списков домов, подлежащих сносу. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, События.